Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкусный кулич без дрожжей на творожном тесте. Это выпечка для тех, кто не очень дружит с дрожжевым тестом. Получается этот кулич очень вкусный, творожный вкус. Мне такой кулич очень понравился. Готовится быстро. Сначала нам понадобятся с вами цукаты, сухофрукты. Заливаем их кипятком, оставляем на 30 минут. Далее тесто. В чашу миксера добавляем 2 яйца. Далее к яйцам добавляем сахар и начинаем взбивать. Взбиваем примерно 3 минуты. Масса должна увеличиться в объеме и посветлеть. То есть взбиваем до бела. Вот примерно до такого состояния. Далее добавляем растопленное сливочное масло. И еще примерно минутку взбиваем. Также понадобится творог. Творога примерно понадобится 250 грамм. Пробиваем блендером, чтобы не было крупинок. Перекладываем творог к яйцам, сахар и маслу. Еще раз все перемешиваем. Подгодаем сухие ингредиенты. К муке добавляем разрыхлитель и немножко соды. Пол чайной ложки. Все это перемешиваем. Далее, продолжая взбивать тесто, добавляем наши сухие ингредиенты. Добавляю я постепенно, пока все у меня не закончится. Тесто получается не густое, не жидкое, средняя консистенция. Вот примерно такое тесто у нас с вами получилось. Это тесто не надо давать настаиваться. Все, оно готово. Перемешиваем. Далее, на сухофрукты слили воду. Крупные кусочки порезали. Добавляем муку. Мука нужна, чтобы хорошо распределились по тесту. И высыпаем наши сухофрукты к нашему тесту. Все перемешиваем. Перемешиваем тщательно, чтобы все распределилось равномерно. Далее, нам понадобятся формочки для куличей. Для этого количества теста мне понадобилось всего лишь две формы. Причем, даже меньше. Можно брать меньше по диаметру, чем у меня. Итак, выкладываем тесто. Наполняем две трети формы. Куличи не очень сильно поднимаются. Итак, наполнили. Духовку разогрели до 160 градусов. Режим вверх-вниз. Выпекала я свои куличи 55 минут. Итак, отправляем их в духовку. Готовые куличи проверяем на сухую палочку. Если она сухая, то куличи готовы. Даем им остыть. Далее снимаем с них бумагу. Вот такие куличи получились. Румяные, красивые и очень вкусные. Далее, для куличи, как вы знаете, нужна глазурь. На канале есть белковая глазурь. Обычная, классическая, которую я использую. Я вам ссылочки оставлю. Но я также решила попробовать глазурь на желатине. Для этого понадобится сахарная пудра, сотейник. Добавляем воду, перемешиваем и ставим на огонь. Доводим до кипения, постоянно мешая. Итак, масса надо остыть до 60 градусов. Далее добавляем желатин растопленный. И начинаем взбивать. Взбиваем миксером. Добавляем лимонный сок до посветления и до густоты. Глазурь должна быть очень густая, чтобы хорошо покрывала кулич. В дальнейшем она у вас застынет. Также эту глазурь можно окрасить обычными пищевыми гелевыми красителями в любой цвет. Далее просто макаем остывший кулич в нашу глазурь. Взбивайте хорошо, чтобы масса была достаточно плотная, чтобы она не стекала у вас с кулича. Макаем. Глазурь готова. Даем ей застыть. Друзья, так я украсила свои куличи. Ссылочку на меренгу я вам оставлю. Вы посмотрите, как делается меренга, как можно ей красиво украсить ваши куличи. Обязательно покажу, какой кулич получился внутри. Посмотрите, он хорошо пропекся, равномерно распределись сухофрукты. Очень вкусный, очень нежный. Он намного вкуснее, чем дрожжевой. Обязательно буду его уготовить. Друзья, всем спасибо, что посмотрели видео. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Ссылку я вам оставлю. На мой маленький канал я вам тоже ссылку оставлю. Всем спасибо, что еще раз посмотрели мое видео. И всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok